Уголок российского прошлого в Шанхае В эфире специальный выпуск программы «Диалог» Мы говорим об истории русских в Шанхае Марина Мариинская полвека не была в Шанхае Впервые в город на реке Хуанху она приехала еще подростком И вот спустя 50 лет в аэропорту Гудун Ее семья встречала наша съемочная группа Там где аэропорта, там все много А там по самому Шанхае, он на реке получается То есть вот эта река Панпу, это приток Янзы А Янзы уже подойдет Ну кроме же Панпу, тут же еще несколько рек Мне кажется Ну там Суджу, да Суджу, еще какая-то река И когда мы были маленькие, нас как видите, возили На катерочке куда-то, там пляжи были Сейчас ничего с кого не сохранилось Для ожидания Представьте себе, 20 миллионов человек Ну тогда тоже было много, 6 миллионов Район аэропорта построили совсем недавно Поэтому его Марина Мариинская видеть не могла Воспоминания приходят ближе к историческому центру города Мне рассказывали, я это вот не застал Что были действительно еще речки Но их загнали под землю и сверху сейчас Они текут, но их не видно Ну может быть А я помню, что были речки, да Вот в сторону Конжопова Уже в самом Ситянди, так местные называют французскую концессию Маринская даже начинает подсказывать водителю, куда нужно ехать Район почти не изменился с тех пор Только вместо французской и русской Теперь здесь в основном слышна китайская речь Какие магазины тут были, их уже нету Ну и потом здесь, на самом деле нижние этажи Они сейчас под магазины переделаны И заново, я думаю, из машины сейчас и не видно Ну вот сейчас вот мы должны пересечь Масане улицу По моим представлениям Там на углу стоял большой торговый центр Высокий Ну вот посмотрим Сохранилось это здание или нет Французская концессия стала для Марины Маринской новым домом В 20-30-е годы этот квартал практически полностью населяли белые эмигранты Русские в какой-то момент составляли треть всех иностранных жителей Шанхая Ну вот эти домики похожи на те, в которых жили вот русские Да, это вот похоже Место такое Только мы жили там Нет, почему? Арию десерт тогда Странно А, вот наша гостиница, классно Родители Маринской не эмигрировали, а запланированно переехали в Шанхай Так что особых материальных трудностей не испытывали Чего нельзя сказать о белые эмигранты первой волны Эти люди никогда не планировали эмигрировать из России Большинство из них не знало иностранных языков А многие из них являлись военными людьми И они оказались в Шанхае сразу после войны Достаточно кровопролитной И в общем-то, кроме как воевать, особенно ничему не учились и больше ничего не умели делать Вот, и поэтому одним из способов вот такого выживания была в том числе служба русских в военизированных отрядах шанхайской полиции Был организован даже целый шанхайский русский полк В который влились как раз вот эти вот бывшие военные Когда корабли с русскими эмигрантами прибыли в шанхайский порт Англичане две недели не пускали вынужденных переселенцев на берег Просто не хотели помогать им устроиться После того, как ситуация разрешилась и русские получили возможность свободно передвигаться по городу С английским сеттлментом они не хотели вести никаких дел Действительно, русские предпочитали селиться именно на территории французской концессии Это было связано с тем, что Франция, в общем-то, благоволила к русским эмигрантам Не случайно в Париже находилась мощная русская диаспора И вот когда закончилась гражданская война на Дальнем Востоке России Отступающие белые части погрузились на корабли сибирской флотилии И в конце 1922 года прибыли сюда, в Шанхай Их не очень хорошо встретили английские власти И поэтому большинство из них именно предпочитало оседать здесь Вслед за первой волной эмиграции, вызванной поражением белых войск в гражданской войне Последовали еще несколько Все окрестные улочки вот этого района были густо заселены русскими эмигрантами Которых было несколько тысяч человек А начиная с середины 30-х годов и даже раньше Сюда стали прибывать еще эмигранты российские с северо-востока Китая Из Манчжурии, из Харбина После того, как Япония начала вести там свои боевые действия И потом было организовано государство Манчжоу-Го Русские не очень любили японцев, опасались их И в этом плане Шанхай действительно представлялся одиноким островом во время войны Михаил Дроздов, председатель правления русского клуба в Шанхае Уже много лет изучает историю российской эмиграции 20-е годы называет самым тяжелым периодом Люди не гнушались любой работы Именно благодаря трудолюбию и сплоченности Эмигрантам удалось относительно быстро Как бы сказали сейчас, восстановить материальное положение Уже к середине 30-х годов русская диаспора очень поднакопила жирок И действительно за очень короткий срок сумела, благодаря своему трудолюбию Добиться вполне неплохих результатов И если встречаешься вот с этими стариками-эмигрантами Почти все они говорят, что они жили в Шанхае очень хорошо Я, честно говоря, почти не могу вспомнить никого Кто бы сказал о том, что он бедствовал Значит, не на что было питаться и так далее Но еще раз подчеркну, это, конечно, касается уже периода 30-х, 40-х годов 20-е годы были очень-очень трудными Русские в Шанхае, по сути, создали почти замкнутый цикл производства и потребления Работали фабрики, магазины, клиентами которых были выходцы из России О размахе можно судить по сохранившимся фотографиям А вот коммерческие предприятия Магазины, да, чем они занимались Вот здесь хорошо видно То есть здесь магазины Вот ювелирные магазины Варшавская фабрика дамских сумочек Фотостудия, кондитерская Завод Титания Газировочно-разливочный автомат Ликероводочный, да? Да, да, да Минеральная вода Титания Это вот тоже русские делали Это издательство и библиотека, русское дело, магазин принял Радиомузыкальный магазин Колбасная фабрика Ланг и Семи Колбасу Видите, сколько делали Кстати, альбом, который листает Михаил Дроздов Редчайший в своем роде фолиант Его почти 80 лет назад на собственные деньги Издал один из русских эмигрантов Сейчас перед нами уникальный альбом Он издан в 1936 году Штабс-капитаном Владимиром Даниловичем Жигановым Этот человек взял на себя огромный труд Он описал шанхайскую эмиграцию от и до От А до Я Никто не верил, что возможно издать такой альбом, который стал настоящим памятником русской эмиграции в Шанхае Причем я могу сказать с уверенностью, что подобного памятника не оставила ни одна другая ветвь русской эмиграции Ни в Париже, ни в Берлине, ни в Америке Мы не можем найти вот такого альбома В котором мы видели бы и лица, и события, и описание организаций, которые здесь действовали Для местных жителей и обитателей иностранных концессий все выходцы из России были русскими На самом же деле, среди русскоязычных эмигрантов было немало евреев Пань Гуан из Шанхайской академии общественных наук Многие годы жизни посвятил изучению еврейской диаспоры Шанхая По сравнению с евреями из других европейских стран Русские евреи приехали в Шанхай без денег Так что им пришлось начинать жизнь с нуля После десятилетия кропотливой работы они постепенно стали средним классом шанхайского общества Они открыли рестораны, книжные магазины и бокалейные лавки Самое важное, евреи оказали большое влияние на развитие шанхайской культуры Например, у известного китайского пианиста Фу Цона, учитель Ада Бронштейн А на популярного композитора Аруна Вшаломова китайская музыка произвела очень сильное впечатление И он пытался адаптировать ее ритмы к исполнению западными оркестрами Он даже принимал участие в создании нынешнего гимна КНР Во время Второй мировой войны в Шанхае было запрещено показывать иностранные фильмы При содействии Афшаломова советские картины все же вышли в прокат Таким образом, можно сказать, что евреи из русских эмигрантов оказали больше влияния на развитие культуры, чем экономики Честно говоря, по сравнению с евреями из других стран У русских евреев лучше сложились отношения с китайцами Причина простая Русские евреи приехали сюда бедными Большинство считают Шанхай второй родиной С ростом доходов появилась и тяга к развлечениям Благо, тогдашний Шанхай стал домом не только для купцов и военных, но и для людей творческих Лунстром со своими ребятами приехал сюда в 1935 году Они были еще весьма молодые Но где-то к 1940 году, то есть примерно к началу войны Как он рассказывал, их оркестр уже получил достаточную известность и выступал на самых лучших площадках Шанхая В Шанхае существовали два знаменитых баллрума Это такие танцевальные залы, куда люди приходили отдыхать и танцевать И вот два таких знаменитых танцевальных залы Это баллрум Можестик и Парамаунт Кстати, оба здания до сих пор сохранились Этих баллрумов Там оркестр Лунстрома выступал более двух лет Несмотря на востребованность, Олег Лунстром жил в Шанхае довольно скромно Арендовал небольшую квартирку на последнем этаже Сейчас находимся рядом с домом, где жил замечательный русский музыкант Отец русского джаза, Олег Леонидович Лунстром Оркестр Олега Лунстрома был основан в 1934 году в Харбине И в 1935 году он вместе со своими друзьями, музыкантами переехал в Шанхай И прожил здесь 12 лет До 1947 года, до своего возвращения в Советский Союз Напомню, что в те годы в Советском Союзе джаза не было А если был, то это был такой специфический советский джаз Джаз Утесова Но с таким настоящим джазом, может быть, он все-таки имел мало общего То, что этот дом сохранился, большая удача С точки зрения архитектуры, никакой ценности он не представляет К тому же, условия жизни в нем, по современным меркам, трудно назвать комфортными Незадолго до своей смерти, прославленный Олег Лунстром успел снова побывать здесь В 2001 году Олег Леонидович Лунстром посетил Шанхай И приходил сюда, в этот дом И встретил китаянку, свою соседку Которая была тогда маленькой девочкой Когда он жил в Шанхае И она вспомнила его И вспомнила историю о том, что Он снимал квартиру в третьем этаже У сапожника Так что, вот, слава богу, этот дом сохранился И таких уголков в Шанхае, к сожалению, уже не так много Таких старых идей Не джазом единым в те времена наслаждался русский балмонт в Шанхае Одним из центров культурного притяжения был театр Лайсеум Он сохранился в первозданном виде и действует до сих пор Здесь выступал Федор Иван Шаляпин Здесь выступал Александр Николаевич Вертинский Здесь русские часто проводили какие-то творческие вечера У русских был свой симфонический оркестр Вообще, Шанхайский симфонический оркестр был основан русскими А потом уже, значит, в нем стали играть и китайские музыканты Не обошло стороной культурную публику и увлечение литературными кружками В Шанхае работали архитекторы, писали художники Многие приезжали сюда в поисках свободы и новых возможностей для самовыражения Поскольку было очень много творческих людей в Шанхае Причем творческих людей самого разного толка Это были и актеры, и музыканты Это были поэты, это были писатели Это были художники Это были архитекторы То вот такие творческие люди имели свойство группироваться в кружки И, например, один из самых известных кружков так и назывался Он объединял художников, литераторов, артистов и музыкантов Но если первые буквы этих, названия этих профессий соединить вместе, то получается общество хлам Хлам Да И вот действительно общество хлам, оно было весьма заметным в русском Китае Но помимо него существовало и много других творческих союзов Один из них, например, Шанхайская Чураевка Шанхайская Чураевка объединял писателей и поэтов Это было нечто вроде такой творческой мастерской И, безусловно, в этой мастерской сияла звезда Ларисы Андерсон Известнейший поэтесса русского Китая, который был в свое время влюблен в Вертинский Который он посвятил свое известное стихотворение Проезжайте, не бойтесь, мы будем друзьями Нам обоим пора от любви отдохнуть Потому что уже никакими словами, никакими делами любовь не вернуть Первые стихи Лариса Андерсона публиковала в 20-е годы в Харбине В 30-е она переезжает в Шанхай И здесь становится одной из главных мус для творческой интеллигенции В нее влюбляются поэты и писатели, художники и певцы У Андерсон почти нет стихов о разных уголках планеты, где она побывала Мало и ностальгических ноток, тоски по России Зато в достатке чистая лирика, душевные переживания Или, как она сама говорила, жизнь сердца Ее единственный шанхайский сборник, он называется «По земным лугам» Вышел в Шанхай в 1940 году Затем она довольно долго, был период такой долгий молчания Но, несмотря на это, все эти годы она писала стихи И лишь в 2006 или 2007 году в Москве в издательстве «Русский путь» Библиотека «Дом русской зарубежья» имени Александра Солженицына Издала сборник ее стихотворений, писем и воспоминаний, которые называются «Одна на мосту» Лариса Андерсон скачалась только в прошлом году, на 102 году своей такой долгой жизни Пожалуй, главным объединяющим столпом русской эмиграции в Шанхае была религия В 1928 году архиепископ Симон обратился к соотечественникам с призывом построить в городе православный храм Многие эмигранты тогда еще не стали на ноги Но, несмотря на нужду, каждый считал своим долгом профинансировать строительство В результате в 1933 году в фундамент заложили первый камень А в 1937-м собор открыли для прихожан Деньги собирали всем миром Вообще, надо сказать, что в Шанхае существовало огромное количество русских благотворительных организаций И причина этого проста Русские, которые оказались здесь, понимали, что выжить они могут только, если будут вместе решать какие-то вопросы Помогать друг другу и так далее Поэтому, когда был создан комитет по созданию храма Сразу несколько таких общественных благотворительных организаций начали сбор денег Построили храм с кафедральным размахом На службе в нем могли присутствовать 2500 прихожан и еще хор на 300 человек Здесь служил Иоанн Шанхайский, причисленный к лику святых Именно в соборе с поручницей грешных венчался прославленный певец Александр Вертинский Оказавшись за рубежом, первое, что делали русские, это строили храм Это было не только в Шанхае, но и по всему миру И, кстати говоря, когда русская эмиграция вынуждена была бежать из Шанхая в конце 40-х годов И оказалось на Филиппинах, на острове Тубабао, в тропиках То есть то же, что первое было сделано, был разбит палаточный лагерь И начали возведение храма Русские эмигранты старались дать своим детям лучшее образование При этом особое внимание уделяли патриотическому воспитанию Многие дети просто не помнили Россию И именно в Шанхае впервые познакомились с далекой родиной Существовало довольно много учебных заведений, в которых учились русские дети И, безусловно, это были не только русские школы Они учились и в международных колледжах, французских, английских и так далее Но самое важное, что они сохраняли И то, что родители пытались им привить Это любовь к России, к русскому языку, к нашей культуре И встречаясь с выходцами из Шанхая Я не устаю поражаться Такие встречи у меня были во многих странах мира В том числе и в Австралии Не устаю поражаться, как им удалось сохранить вот эту вот свою русскость Находясь здесь, в Шанхае Ну что, вы уже что-то знакомое здесь видите? Ну, я вот с этой стороны Вот я думаю, что парк этот где-то сохранился А зданий вот эти я не узнаю И вот даже вот этот лихотажник, да? Ну, вот не помню Сейчас здесь современная китайская клиника А 60 лет назад на этом месте стоял госпиталь Сан-Мари Это было главное и, пожалуй, единственное лечебное учреждение французской концессии Сюда же ходили и русские иммигранты Именно здесь и родилась Марина Мариинская Здесь же появились на свет два ее брата и три сестры Медицинские услуги оказывали бесплатно На территории клиники нас встретил один из врачей Оказалось, что сохранился тот самый корпус 37-го года постройки Который тогда использовали как родильный дом Да Я говорю, серенькое что-то было А видите, серенькое Вот, это родильный Ва-ва-ва-ва Сейчас здесь кабинеты персонала Но внутренняя обстановка осталась прежней Здание – памятник архитектуры Шанхая Убранство напоминает скорее дорогой отель, чем больницу для бедных Через дорогу находился другой корпус для состоятельных пациентов Не каждому дается родиться в таком месте Когда уже ваши младшие сестры и братья здесь появлялись, то вы сюда тоже приходили? Конечно, как же, навещать и все Мы и лечиться сюда приходили, я помню То есть другой больницы, по-моему, наверное, бесплатной не было Насколько я так думаю Своей матери Марина Маринская не помнит Она умерла в 1945 году от туберкулеза Тогда они с бабушкой и дедом жили в Шанхае на улице Виктора Эммануила А вот в те времена на первых этажах что было? Тоже магазины или нет? Нет, были просто тоже квартиры Но в некоторых, ну скажем, были какие-нибудь, знаете, ну типа семейного бизнеса Вот, например, наверху живет квартира у него А внизу... А вот это же лавка какая-то? Да, да В одном из особняков здесь располагался приют Тихонова-Задонского Для русских сирот и детей из бедных семей Основал его Иоанн Шанхайский В этом приюте жили воспитанники То есть либо сироты, либо тоже дети малоимущих родителей Которые, например, работы не имели И сдавали туда приют То есть за это денег не брали? Ни в коем случае, да Да, но сами, как сказать, вот воспитанники приюта, кто постарше Они ходили по городу, собирали под жертвами с такими, вот я помню, кружками Да, и... Ну подавали часто? Да Ну и как бы жертвовали хорошо То есть вот я так думаю, что благотворительность была И богатые, вот скажем так, люди, которые из русских же Они понимали все это И они очень хорошо жертвовали Делились Помогали не только свои, но и местные А вообще у русских и китайцев тогда сложились хорошие отношения Особенно по сравнению с другими иностранцами Которые не всегда с должным уважением относились к коренным жителям Хочу подчеркнуть важную особенность русских эмигрантов Между китайцами и русскими были очень тесные связи Отношения были очень теплыми То есть по сравнению с эмигрантами из других стран Европы Русские мирно и спокойно жили рядом с китайцами Честно говоря, у англичан было такое высокомерное поведение По отношению к местным жителям Еще плюс в быту Общались китайцы и русские, вместе работали и жили Многие арендовали дома у китайцев Русские эмигранты в 20-е годы были относительно бедными Так что они постоянно ели китайские блюда в маленьких столовах Быстро привыкли к местной кухне В США бывшие шанхайские русские часто вспоминают здешнюю еду Которую нынешние молодые шанхайцы даже никогда не пробовали Благодаря общности в бытовом плане Общение между людьми становилось непринужденным Русские очень быстро научились говорить на китайском языке Многие из них не только хорошо говорили на китайском, но и на шанхайском диалекте В США мы с ними встречались Их первые слова были Алла Санхаин Я из Шанхая Во всем мире они называют себя русскими шанхайцами Однажды на берегу реки Хуанпу Один китаец случайно упал в воду Русский, который работал на китайской таможне Сразу прыгнул в реку и спас утопающего Эту историю я прочитал в газете Шанхайская заря И это не единственный пример дружбы и теплых отношений Газета «Шанхайская заря» тогда была главным русскоязычным изданием города Именно с ее страниц Ван Джи Чен почерпнул много полезной информации о русской эмиграции Сейчас подшивку бережно хранят в городской библиотеке Шанхайская заря выпускалась ежедневно С понедельника по пятницу на восьми страницах В конце недели побольше Репортажи были самые разные Некоторые сюжеты описывали даже подробнее, чем в самой большой газете Шанхая Мне кажется, благодаря опытным русским репортерам Качество издания было уникальным и острым А мне теперь интересно описывать жизнь русских эмигрантов через эти сюжеты Почему они сюда приехали? Когда они приехали? Чем они жили в Шанхае? Как они зарабатывали? И как повлияли на развитие города? Я хочу понять эти вопросы Таким образом можно определить исторический процесс становления русской эмиграции в Шанхае Через материалы можно понять жизнь русских эмигрантов Большинство эмигрантов приехали в Шанхай без денег Это понятно Они уехали из России и через Манджурию добрались до Шанхая С собой у них были только золотые рубли Российской империи Которые не особо котировались после Октябрьской революции Жизнь была очень тяжелая Некоторые продавали украшения, чтобы прокормить семью В то время у местных жителей было такое понятие Русские значит бедняки Я прочитал статьи в газете и узнал, как их жизнь постепенно стала лучше Шанхай, который тогда был пятым по величине мегаполисом в мире Стал удобной площадкой для развития русских эмигрантов С ростом благосостояния изменилась и жизнь Отношение к русским эмигрантам среди местных жителей стало совсем иным Многие русские стали элитой городского общества Они и в России были элитой, представителями разных профессий Врачи, музыканты, артисты и журналисты Чтобы лучше объяснить мое исследование, я начал писать отдельные истории про них Русские музыканты в Шанхае, предприниматели, медицинские работники Как жили русские в Старом Шанхае? Скопендры были Что изменилось во французском квартале за полвека? Как мы тут ходили, я вообще не представляю Смотрите продолжение программы «Диалог» ровно через неделю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова